Мне кажется, что нужно очень дифференцированно подходить к фасадам и, к сожалению, мы видим, что это такой винегрет, который инфицировать тот или иной магазин. Конечно, я против того, чтобы ритейл не имел возможность сделать хорошую, грамотную, визуально-качественную вывеску, но к этому нужно подходить разумно. Я понимаю, что любая вывеска – это некий арт-объект, он должен грамотно вписываться в архитектуру, поэтому я за то, чтобы любая вывеска была согласована с городом, но я против того, чтобы бизнесу связывали руки. Эти правила, новые принципы, они именно так и предусматривают работу с предпринимателями. Никто им не запрещает использовать свои цвета в брендбуке, шрифты, собственно, только лишь уважение к архитектуре и в тех местах, где это возможно. Это все диктуется тем зданием индивидуально, каждому все учтено. Но раньше этого всего не было, и это было безобразие. Я считаю, что право размещать вывеску могут только те компании, которые имеют зарегистрированную торговую марку, имеют право собственности, то есть это их бренд, и тогда они, естественно, могут размещать вывеску в том виде, в котором она зарегистрирована. Но мы знаем очень многие небольшие компании, да, экспериментируют, то есть это может быть не очень хорошего качества, не с дизайнерским подходом какая-то вывеска, которую как-то прицепили в надежде на то, что, ну, попробуем, да, пойдут клиенты, останемся. Как правило, никто не переделывает вывеску. С появлением этих принципов появляются четкие правила игры. Все понимают, что вот их место для рекламы, никто не пытается конкурировать друг с другом, завешивать чужие вывески. Вот это вот безобразие, как вы говорите, его всего, его просто не будет, не должно быть. Правильно размещенная вывеска уже не испортит фасад, это уже 99% всего дела. Должен быть очень правильный, грамотный брендинг, и когда я подаю документы, да, на оформление вывески, естественно, я подаю документы на право собственности. То есть те компании, у которых торговая марка не зарегистрирована, с ними нужно работать, как минимум, да, для того, чтобы, может быть, им подсказать что-то в плане рестайлинга логотипа, как правильно сделать вывеску, чтобы она была действительно архитектурным достоянием, да, грамотно вписывалась. Только для о жителях и думаем, как бы это не банально, не романтично звучало, но это действительно так, снизится стресс, все. Все не происходит сегодня, все происходит завтра, послезавтра, но это так работает. Маленькими шажками, но действуем. Теория малых дел, ну, мы понимаем цели, и они верные. Я думаю, что потребители не проиграют. Мы знаем, что такое обилие рекламы даже раздражает покупателей в некоторой степени. И если мы приведем наш город в достаточно такой правильный, упорядоченный вид, я думаю, что это во все выиграют. Мы пытаемся все время объяснить эти правила, и мы скоро выпустим там новую сокращенную версию, более популярную, объясняющую какие-то четкие позиции. То есть следите за страничкой в Фейсбуке, там я воспользуюсь случаем, потому что те, кто остались с зрителями в это время, я думаю, что как раз интересны эти моменты. Вот в страничке в Фейсбуке все поясняем, рассказываем, исправляем город.